Раз, два, три. Что такое сантиметры? У нас будут такие поделки, а Даня тем временем будет делать копье. Справишься? Слушайте, что советуют дети. Давай, погнали! Приветствую вас, друзья! Вы на канале Есть вопросы. Сегодня в кадре два ведущих. Все из-за того, что праздники и детей оставить не с кем, приходится таскать с собой на работу. Но ничего страшного. Даниэл изъявил желание. Его любимым роботом является кто? Бодзи. Бодзи. Это не я сказала. Действительно, любимый робот этого ребенка. И, собственно, поскольку рано или поздно Бодзи, да, несомненно, начинает надоедать, и его необходимо немножечко украсить и разнообразить. И делать это мы будем с помощью творчества. Расскажу, что мы будем сегодня создавать. Маску и копье. Маску и копье. А что мы для этого будем с тобой использовать? Пластилин. Пластилин. То есть у нас будут такие поделки, то есть ручками. Ребенок сам создаст что-то. Но я ему, конечно же, помогу. А самое важное, помогу прежде всего вам. Одним простым способом. Маску мы эту сделаем. Сейчас здесь начертим, а шаблон отправим вам, чтобы вы на это время не тратили. При этом вы увидите, как ребенок может вместе со взрослым человеком создать нечто интересное и увлекательное. В общем, давайте приступать. Посмотрим, что из этого выйдет. Я пока, честно говоря, сам не знаю. Давай, погнали. Ну и, собственно, вот на нашем столе те вещи, которые нам пригодятся. Итак, мне прежде всего пригодится голова Бодзи. Мы же маску будем одевать на нее. И я попрошу Дане ее отсоединить. Да, вместе с проводом. А также мне пригодится линейка. Я уж, извините, тут ребенка мучить не буду. Хотя он, по-моему, у нас уже знает, что такое сантиметры. Потому что готовится к соревнованиям. Что такое сантиметры? Вот так он знает. Да, это мера измерения для движения. Помнишь, мы его так с тобой мерили? Хоп. Я показывал, что расстояние можно измерять не только в шагах Бодзи, а и в сантиметрах. Все, окей. А Даня тем временем будет делать копье. Из пластилина и, собственно, шпажки вот такой острый. Помнишь, что там острый край? И нужно быть... А что острый? Окей, справишься? Все, давайте. Пока Даня занимается делом, я буду рассказывать, что я хочу сделать. Собственно, мне необходимо измерить вот эту голову. Чтобы в стандартной конфигурации робота, а она самая такая удобная, маска... Пап, она тебе будет копье вот такой изобнутой. Хорошо. Пусть будет изобнутой. Не забывай, что ты его будешь уменьшать по высоте. И поэтому, если ты лепишь снизу, да, лепи сверху, чтобы отломать нижний край. Дальше. Когда мы маску оденем, при повороте она не должна мешать. Мы делаем универсальное решение, не решение на один раз. Далее. Измеряем три расстояния. Собственно, переносим это все на лист бумаги. И далее с помощью клея начинаем все это дело соединять. Вы сможете за нами быстренько посмотреть, чтобы не тратить свое время. Раз, два, три. Погнали. Ну что, вот черновой вариант у нас вот такой получился. И вроде бы голова Бодзи готова к оформлению. Просим младшее поколение взять фломастер и нарисовать Бодзи какую-нибудь эмоцию. Справишься? Угу. Ну давай рисуй. Злую. Злую хоть какую? Какие аборигены? Ну, бывают злые самые. Давай. Я сейчас нанесу самого злого такого. Хорошо. Вот таким. Так, давай дальше. Так. И? Такой у тебя добрый какой-то получил. А у тебя и позлее, да? Все. Хорошо. Вот такой у нас абориген получился. Далее у нас что есть с тобой? Копье? Да. Копье есть. Что, баб, дай мне? Надо какую-нибудь синий сделать. Расскажи про свое копье. Как ты его делал? На что обращал внимание? Я обращал внимание на белые дырки. Я клеил он и все очень синим. Синим? Да. Ой. Красным. Красным пластилином? Да. И все. Здесь у тебя острая осталась? Да. Надо будет аккуратнее быть, не поцарапаться. Не поцарапаться, да. Вот такой абориген у нас получился. Вот с такой эмоцией. При всем при этом. Это черновой вариант, друзья. Давайте сейчас за 2 секунды мы сделаем чуть-чуть посимпатичней. Чтобы вы понимали, да, то есть как инженеры работают. Сперва делают некий шаблон. Да, раскрашивая, конечно. Он как будто гиппет. Какой-то обнинуло. Я ему яблоко на голове нарисовал. Яблоко на голове нарисовал. Да. Далее уже... И мечевичок. Собственно, переходит оформлять. Например, вот я нарисовал вот такую вот штуку. Вот именно вот эти шаблончики вы получите. И далее вы можете уже использовать эти шаблоны для тематических игр. Например, таких как... Скорая помощь. Вы знаете, что у Будзи есть специальные поля. И для того, чтобы погрузить детей полностью, было бы здорово, если бы у нас был робот пожарный. Да. Робот... Полицейский. Полицейский. Робот-медик. Робот-медик. Видите, как полезно. И я предлагаю пока что сделать следующее. Сейчас я вырежу красивое оформление. То, которое мы с Даней, собственно, уже нарисовали на компьютере специально для вас. А он тем временем напишет какую-нибудь программку для того, чтобы робот... Он же робот. Да. Что-нибудь у нас тут на столе исполнил. Справишься? Попробуем. Итак, передаем пульт управления Данилу. А я сам делаю красивое оформление. Погнали. Сегодня мы будем делать маску. Покажи. Батянович. Во. То есть, получается, мы с Даней сделали маску. Вот это уже из твердого материала. Вырезали... Как это называется? Перья? Да. На голову, как у настоящих индейцев. Вот так на нос. И сейчас соединим одно с другим. Можно это все раскрасить, но мы решили, что ваше время внутреть не будем. Красить мы не будем. Давай. Одно к другому присоединяем. Хорошо прям так прикатываем. Стараемся, да? Отлично. Что? Ну, вроде, да? Держится. Ну-ка так, потряси. Не отвалилось. Все, давай одевать. Вот сейчас что. Берем голову. Отсоединяем от нее провод. Провод. Лови. Играем в рыбалку. Тяни тихонечко. Все. И вот так одеваем. Теперь. Засунули. Я плотно сделал. Ну, я склеил плотно. Вот. Так. Все, глаз не видно. У вас не видно. Все, глаза у нас те, которые должны быть. Соединяй с роботом. Так, ну-ка покажи. О, вот это индеец. Прямо настоящий. Подключай. Вот так вот. Так. Еще мы сделали еще один вариант копья. Да. Давай. Вот такой. Так, покрасивее. Соединяем. Ну, не соединил же. Надо приклеить. Мы используем скотч, потому что у нас просто нет... Клея. Клея, да. Мы что-то не подготовились в этот раз. Вот такое у нас копье. И мы можем его тоже присоединить. Это тоже хорошее. Значит, пластилина. Да. И он полученнее, чем бумага. Ну что, друзья. Робот вот так у нас с вами выглядит. Осталось, собственно, его немножечко оживить. Данька уже тут у нас поэкспериментировал с программами и решил, что будет происходить сейчас. То он пойдет на базе. Так, давай, создавай программу поворота. Окей. Вот это в одну сторону, а тут... Прощаться вправо. Отлично. Дальше. Что ты хотел? Звук добавить? Маленько. Да. Дальше что ты хочешь сделать? Добавить звука. Что добавить? Звука. Звука? Ну, нотки тогда выбирай. Да, это звука. Так. Что будет? Звуки животных. Звуки животных. Это у нас животные. Звуки подзи. Так, только надо включить, да? Вот эту штучку, помнишь? Вот эту? Привет. Рад видеть тебя. Туку-туку-туку. Вот это давай. Давай, все. Начать. Ну, все. Спасибо большое. Ну, что, друзья, мы собрали вот такого робота. Даня запрограммировал. И, собственно, казалось бы, на этом можно и закончить. Ну, давайте спросим у младшего поколения, что ему понравилось. Что тебе понравилось? Когда мы делали копье. Когда мы делали копье. Конечно же, участие детей, когда они создают полностью сами, своими руками, это очень важно. Другое дело, что именно для ролика я тут большую часть сделал самостоятельно. Хотел сделать для вас шаблон, иначе бы у нас ролик, кстати, никогда бы и не закончился, да? Ну, часть бы занялся. Да, наверное. Вот, поэтому больше делайте с детьми. Смотрите, какие варианты игры еще можно придумывать. Это все достаточно просто. Чтобы облегчить вам жизнь, мы все шаблончики оставляем в нашей группе в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Где-то вот здесь, там, там, там. И вон там. Да, будет QR-код. Успевайте, смотрите, вы же самые внимательные. А с вами был канал «Есть вопрос». Александр. И еще ставьте колокольчики. И Даниил. Ставьте колокольчик, слушайте, что советуют дети. До новых встреч и пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok